На Западе периодически любят порассуждать на тему того, что Россия обязана поделиться своей территорией и природными богатствами с цивилизованными странами. Недавно этой проблематикой озаботилось издание Die Welt из Германии. 20 мая 2021 года российский лидер Владимир Путин отреагировал на притязания немцев в ходе онлайн-заседания Оргкомитета Победа, рассматривались вопросы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Президент РФ отметил, что Россия многим не дает покоя, и кто-то постоянно чего-то от нее хочет. Поэтому попытки укусить Россию или что-то откусить будут иметь серьезные последствия. Он признал, что периодически узнает о странных призывах, несправедливо обделенных к России поделиться по-братски. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому – развитие наших вооруженных сил. Сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Москва не идет по пути милитаризации российской экономики. В 2021 году оборонный бюджет РФ составляет всего 3,116 триллиона рублей, то есть около 42 миллиарда долларов по действующему курсу валют. При этом у США аналогичные траты уже превысили 770 миллиардов долларов, и никто на Западе по данному поводу не обеспокоен. Президент РФ обратил внимание, что у России, в которой проживает 146 миллионов россиян, огромный потенциал. При этом в разные исторические периоды повторяется одна и та же ситуация, как только страна начинает успешно развиваться, сразу же появляются внешние игроки, которые желают замедлить этот процесс. Причем вне зависимости от того, как Россия называлась в прошлом, Российской империей, Советским Союзом или Российской Федерацией, и какой в ней был государственный строй. Чем она Россия становится сильнее, самостоятельней, чем последовательней она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить. Объяснил Путин. Глава государства добавил, что в наше время наблюдается попытка дискредитировать ценности, которые объединяют российское общество. Поэтому русофобы, антисоветчики и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, пытаясь добиться пересмотра итогов Второй мировой войны.